Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Можно ли менять приходы духовника по своему разумению? Ну, надо понять, что движет твоим разумением. Если тебе батюшка говорит, слушай, нехорошо жене изменять, давай-ка ты поклончики теперь побей, 30 штук в день, не причащайся пока, не справишь свой путь и вообще, как ты мог, как ты мог. Потом выходишь и говоришь, так, пойду в другой приход, не буду больше никому ничего говорить, буду спокойно причащаться и так далее. Ну, это очень лукаво, и духовных плодов вам не принесет никаких. Но бывает же так, что духовника несет в сторону далечия от евангельских ценностей и заповедей, и начинает давить на тебя, начинает не просто руководить твоей духовной жизнью, но и жизнью вполне конкретной физической, материальной. Говорить, за кого замуж выходить или на ком жениться, вот сюда еть, а сюда не еть, вот сюда, здесь учись, а здесь не учись, это покупай, это продавай. Вот начинает прямо старчествовать, как говорится, и принимает за тебя те решения, которые должен принимать только ты, больше никто. Поэтому из таких соображений можно духовника и поменять, потихонечку отходя от него. И на самом деле у нас редко у кого складываются отношения со священником, именно как духовного чада с духовным отцом. Мы просто привыкаем к тому или иному батюшке, но бывают и батюшки меняются, и если изначально его советы были замечательные и духовно правильными, а сомерением может что-то измениться. Вот что касается прихода, бывает тоже атмосфера на приходе как-то не соответствует евангельскому духу, что ли, или какой-то приход или в секточку такую небольшую превращается, только для своих, для особенных. Или возникают какие-то большие, тяжёлые конфликты с теми же священнослужителями, деканами, регентами, певцами, в общем, с кем угодно. Мне кажется, каждый из нас, кто какое-то достаточно долгое время был в церкви, может сказать, а, да, 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 мне пришлось приход поменять, потому что тяжело было молиться на службе, где служил этот священник, или это дьякон, или был этот певец на клиросе. Если не получается конфликт разрешить, если все уже тарелки разбиты, все помидоры давно завяли, действительно приходится менять приход. Слава Богу, что везде Христос один и тот же, причастие везде одинаковое, и благодатная помощь Божия может оказываться в любом храме, что в городском, что в сельском, что близко к дому, что далеко от дома, потому что от настроения сердца твоего зависит, может ли это благодать вместить или нет. Поэтому желаю всем разумения в этом вопросе, старайтесь не идти на конфликты, если конфликт уже случился, стараться его разрешить, если уже не разрешается, и вам на этом приходе сильно-сильно как-то психологически уже не душевно и некомфортно, то можно ходить в другой храм. Это не запрещено. Продолжение следует...